снова приветствую на канале всех любителей японского денима на обзоре у нас джинсы от бренда big john в частности модель m104g благодарю романа который прислал эти джинсы мне на обзор я ему свое время помог купить их во время черной пятницы по скидке и он благодарность прислал эти джинсы на обзор отправляю тебе роман обратно носи их с удовольствием но вкратце по big john мы уже с вами несколько продуктов рассматривали это бренд считающий себя старейшим в японии но седвин они в этом плане спорят но вот big john считает что самые старые это именно они когда-то они еще производили из американского конн милс деним это еще самые старые старые времена в данный момент big john производит достаточно обширную коллекцию у них есть такие массовый продукт а есть продукт такой более нишевый он нас интересует ну в какой-то мере такой японский ливайс но размером поменьше вот в целом нас интересует именно верхняя линейка big john вот в данном случае 104 модель из 23 унций на квадратный ярд как они сидят можете посмотреть вот хоть джинсы и мне великоваты здесь я 32 ношу здесь 34 но вот на себя примерить я их могу так в оверсайз они у меня сидят написано что это фасон регуляр классический но он немножко такой-то идет сужающийся такой аккуратный достаточно фит ближайшие аналоги это самура 710 мамотара 014 fog factory 151 они 246 я думаю вы поняли о чем идет речь вот такой вот удобный достаточно фасон деним давайте смотреть так ну вот что сразу обращает на себя внимание деним здесь прошел с инфоризацией он сильно усадку давать не будет фактурность здесь тоже выражена минимально этот такой гладкий достаточно деним нитью основы темного очень цвета насыщенный вот такой густой индиго я бы не сказал что здесь какая-то присутствует неоднородность и еще уточная нить вот присмотритесь она здесь практически еле-еле-еле проглядывает достаточно в этом плане до ним самобытный он за счет этого он очень темный такой чернильный получается достаточно гладкий он я думаю достаточно быстро станет таким пушистым деним сам по себе не производит впечатление какого-то прям фанерного трудно разнашиваемый да он сейчас в крахмале но разносится на мой взгляд очень быстро так что здесь все отлично уточная нить здесь вот так кстати уток прям явно а мягче чем нить основы но это говорит о том что производитель думал о том кто будет носить эти джинсы чтоб носить их было комфортнее вот они всегда так делают они всегда ноуток стоит хлопок с более длинным волокном а на основу стоит с более коротким волокном но здесь речь идет не про фактурный до него протокол ровный гладкий но в общем принцип такой же используется все здесь достаточно классно он пока немножко такой поблеской потому что это крахмал усадка такой да не будет давать минимальную но тем не менее все равно я даст так что имейте в виду вот носится я думаю будет комфортно удобно получать фейдинг будет по дониму мне при приятен и еще нюанс если кто-то вот боится вот на классическом таком роды доними который дает сильную усадку как правило происходит скручивание шва по направлению плетения твила вот санфоризированный доним скажем так поскольку он садится минимально он из практически не скручивается так что вот такой вид доним наверное будет многим приятен для тех кто еще не носил джинсы из тяжелого донима и хотели бы попробовать биг джон в этом плане он возможно будет более привычен так ну под и ним все хорошо он интересен он самобытен он на мой взгляд отличается от всех что я видел то есть все тут нормально по деталям опять же таки биг джон не заявляет себе как сторонники такого консервативного рэпера они больше даже отталкивается не от американской ссоре а скорее от своей собственной поэтому них и детализация мало похоже на винтажный там левайс и собственно все остальное пуговицы биг джон бронзовый стиль это у них классический вот в образная строчка здесь не используется потому что опять же таки производитель не позиционирует себя как консервативное такое рэпу но в классическом стиле просрочена нижняя часть пояса цепным используется здесь достаточно тонкие поликатоновые нити они прочнее хлопков поэтому толстые нити здесь используют нет смысла монетный карман широкий такой прям при широкий вот такой первый раз вижу и он здесь развернут поэтому соответственно чтобы подчеркнуть вот эту деталь здесь вынесли кромку в сторону обычно кромка вот на классических всех джинсах вот такая подвернутая здесь просто развернули ткань стиль заклепок обращу внимание тоже не левайсообразная вот такой вот плоский биджон в основном такие заклепки используются шлевки также стиль шлевок плоский достаточно широкая такая полоса ткани без выпуклости патч из такой кожи с таким глянцевым покрытием они разные патчи свои используются вплоть до того что вот на 17 унциях они используют тканевый патч сам стиль пошива сборка такая вот фабричная современная аккуратная чистая для тех кто вот любит такой вот чистый пошив вот биджон понравится лейбл производитель как на своей базовой коллекции всей и обращу внимание здесь закрепочные швы скрытой заклепки здесь не используется то есть производитель не подчеркивает винтажность этой модели на некоторых других он это делает здесь нет ну и сам флешер вот здесь 23 унций вот смурай тут они смурай этот супермен нарисован ну так прикольно и вот такой вместо арки он использует поперечную строчку так вот посмотрим уже с подкладкой есть до подкладка здесь я вижу есть усиливает он нижнюю часть вот но практичная такая деталь которую многие производители используют и кстати используется один цвет здесь ниток не рыжий лимонная скорее вот такая вот одна лимонная так что отлично и единственный нюанс который я нашел вот как на старинных iron hard 21 унций вот здесь не дострачивается до конца но здесь прям очень толстая вот эта вот часть подогнутая здесь просто видимо мучить оборудование не стали и здесь просто здесь дальше обычным закрытым швом прострочили здесь вот реально вот в этой части очень толстый не считает каким-то там сам недоработкой просто то особенно сборки именно этих джинсов здесь потоньше здесь соответственно до конца прошли кстати интересная этикетка вот здесь тип сервисный ярлык и здесь на написано строчки такие вот писать видимо дату стирок ну кто заморачивается вот этим вот до ним хэдстом те могут использовать назначение так все классно прикольно вот еще рассмотрим здесь цепной у нас и в кромке классическая розовая нить все здесь нормально джинс мне мне лично понравились они отличаются от самурая не отличается от уни вот big john весьма самобытная такая контора со своей историей поэтому кто хотел бы дополнить свою коллекцию чем-то отличающимся от того что у него уже есть есть например у вас есть там маматар там tcb есть всякие разностилевые японские джинсы big john точно также будет иметь свое лицо и иметь свой стиль так что если дополнить коллекцию чем-то из big john ну скорее всего вы порадуетесь так что спасибо всем кто смотрел носить хорошие джинсы будут по мере возможности рады вас обзором снова